Друзья, всем привет! Это Катя на канале Арта в Корее, и я в этом видео продолжаю с вами делиться своим опытом сдачи TOEFL на балл 110+. В этом видео мы с вами поговорим про вторую половину экзамена TOEFL, про части Speaking и Writing. Мы уже с вами обсудили про то, как готовиться издавать Reading и Listening, чтение и аудирование. Если вы не видели первую часть, рекомендую вам начать просмотр с нее. Но так или иначе, мы переходим с вами к части Speaking, на мой взгляд, самой сложной части экзамена TOEFL. Поехали! Ну, во-первых, мы в первом видео с вами уже обсудили, что экзамен TOEFL изменился, и сейчас он идет не три с половиной часа, а три, что совершенно круто, потому что это гораздо проще с точки зрения выносливости на экзамене, проще концентрироваться, и сократился он во многом именно за счет части Speaking. Теперь часть Speaking выглядит как четыре задания, одно из которых так называемое independent и три integrated. Independent – это так называемый независимый, это независимый speaking, когда ты должен просто выразить свое мнение на какую-то точку зрения, да, тебе не дается для этого каких-то вводных. А integrated – это когда тебе дается либо какой-то кусочек прочитать, какое-то чтение, и тебе нужно резюмировать либо чтение, и какой-то кусочек ты слушаешь, и тебе нужно интегрировать первое и второе. И так или иначе, да, ты говоришь, ты делаешь свое задание по каким-то вводам, которые экзамен тебе уже дал. Почему я считаю, что часть Speaking реально сложная? Во-первых, она сложная была для меня психологически. Я сдавала несколько экзаменов по английскому языку, я сдавала и кембриджские экзамены, и TOEFL, и IELTS, у меня большой опыт, но TOEFL – самый сложный, потому что ты не говоришь с живым человеком, ты говоришь с компьютером. И в чем сложность? Это то, что ты должен быть очень максимально четкий и конкретный, уложиться ровно в то время, которое тебе отведено. Потому что если вдруг ты не уложился там буквально на доли секунды, чтобы закончить фразу, то человек потом, который слушает твою аудиозапись, который ставит тебе оценку, он просто эту фразу не услышит, то есть запись обрывается. В отличие от, например, классического IELTS, да, paper-based, где ты разговариваешь с живым человеком, он тебе подакивает, тебя как-то поддерживает, ну, по крайней мере, у меня был такой позитивный опыт. И как минимум фразу-то ты закончить точно сможешь. Второе, почему мне кажется TOEFL speaking достаточно сложным, это то, что тебя заставляют говорить быстро, без подготовки, на протяжении короткого времени, отрезка времени, да, там, например, 45 секунд или 60 секунд, на темы, на которые ты никогда не разговариваешь в жизни, на которые ты никогда даже, можно сказать, не думал в жизни. Честно говоря, это такой навык специфический, даже, может быть, не связанный с языком, потому что даже на своем родном языке, на какие-то темы, структурировано в течение 45 секунд, ты тоже не сможешь дать ответ. Я помню, у меня был вопрос про handbags, типа, расскажи про свои сумочки. Типа, любишь ли ты сумочки, сколько у тебя сумочек и что ты с ними делаешь? What? Ну, то есть, я, конечно, с подружками могу бы болтать про сумочки, но это странный вопрос. И тебе нужно как какую-то структуру выстроить вокруг, там, этого рассказа. И последний момент, почему TOEFL speaking действительно сложный, это то, что ты говоришь в такой обстановке достаточно стрессовой, потому что вокруг тебя в огромном зале, как правило, сидит еще большое количество человек, и у всех одновременно идет часть speaking. То есть, каждый в наушнике максимально громко, насколько он может, начинает высказывать свои точки зрения на разные вопросы. Сконцентрироваться в такой ситуации, ну, очень тяжело, ну, по крайней мере, мне было очень тяжело. Но из этого можно извлечь один хороший урок и такой вот маленький лайфхак вам сейчас дам. В момент, когда вы заканчиваете писать предыдущую часть, это часть Лысин, у вас будет перерыв, на который можно выйти, можно остаться, но перерыв лучше обычно выходить, но можно вернуться пораньше. И посидеть, и чуть-чуть, пока у вас идут, например, там будет какая-то часть, где вам будут рассказывать, что из себя представляет экзамен TOEFL, как его сдавать, какие правила, и перед каждой частью это будет немножечко повторяться. Вместо того, чтобы сидеть и читать, какие правила экзамена, которые вы правила наверняка уже знаете, вы можете просто посидеть тихонечко и послушать, о чем говорят люди у вас в зале. И, скорее всего, кто-то из них уже отвечает на первый или на второй вопрос, и ты поймешь, какая тема, потому что у всех будет абсолютно одинаковая тема в этот день, в этом месте сдачи экзамена, на какую тему они говорят. И, по крайней мере, у тебя не будет, во-первых, а, шока, когда ты услышишь этот вопрос, б, у тебя, возможно, будет время уже слегка порефлексировать на эту тему и придумать какие-то аргументы. Ребят, один очень важный момент, это, то есть я вам сказала, да, что другие люди, скорее всего, будут говорить очень громко, и вам тоже нужно будет говорить очень громко. Честно говоря, я вот, говоря про себя, я на иностранном языке, я говорю на английском и на французском, я не могу говорить громко, я говорю громко и четко только на своем родном. Мне это тяжело, и я знаю, что есть люди, для которых это тоже тяжело, и подумайте про себя, насколько вам комфортно, некомфортно говорить очень таким уверенным тоном достаточно громко. Обязательно потренируйтесь это делать заранее, либо дома, либо в момент, когда у вас будет одно пробное аудирование. Прежде чем у вас будут вопросы, которые будут оцениваться, у вас будет один вопрос, на котором вы будете тестировать микрофон. И пока вы тестируете микрофон, прям настройтесь по тональности голоса на такой очень четкий, уверенный слог, для того, чтобы человек, который слушает вас, который будет вас слушать позже, у него было ощущение, что вы понимаете, о чем вы говорите, что вы говорите уверенно, что вы четко и ясно доносите свою мысль. Особенно, если на фоне вас будет параллельно говорить большое количество других людей, то у вас может быть в микрофон просто тупо не слышно, поэтому это важно. А что самое важное, друзья, на speaking, это использовать темплейты. Почему? Нет, давайте начнем с того, что такое темплейты. Темплейты — это какие-то уже четкие заготовки, какие-то фразы, которые помогают вам структурировать ваш рассказ. Например, с чего вы начинаете introduction, вводная часть, как вы вводите один аргумент, как вы вводите второй аргумент, нужно ли вам делать какой-то вывод, не нужно сделать вывод. То есть вы должны очень четко по каждому из четырех TOEFL вопросов понимать, по какой структуре вы будете его рассказывать и что конкретно вы будете использовать как какие-то вводные конструкции. Почему это важно? Потому что, опять же, у вас нет времени на подготовку, TOEFL не оценивает креативность и какие-то там хитро вывернутые фразы. TOEFL оценивает четкую коммуникацию, поэтому чем больше ты уверен в том, что ты говоришь, чем больше у тебя понимания о том, по какой структуре ты говоришь, тем лучше для всех. И для тебя, потому что ты меньше стрессуешь, и для человека, который оценивает твой ответ, потому что он очень четко может считать все твои аргументы. Поэтому я предлагаю нам сейчас с вами пройтись по четырем вопросам speaking и посмотреть, как могут выглядеть те или иные темплейты и как будут выглядеть те или иные вопросы. Итак, первый вопрос — это independent speaking. Раньше их было два, сейчас эту часть сократили, слава богу, теперь он один. 15 секунд подготовки, 45 секунд ответа. 45 секунд — очень мало. Поэтому темплейты важны. Давайте, ребят, посмотрим, какие бывают темы. Приведу вам просто несколько примеров. Вот, например, классическая классика, которая, по-моему, даже у меня была на каком-то тофеле. Например, Любишь учиться один или любишь учиться в группе? Как нужно отвечать? Вот первое, что в голову пришло тебе, вот прям первое, типа, люблю один, да? Потом ты начинаешь, а, нет, ну вообще-то, наверное, более эффективно в группе. Не зря же университеты делают всякие разные стадии группы, и кейсы решаются тоже в группах. Не-не-не, наверное, правильно это в группе. Вот туда заходить не надо, да? Потому что если это не первое, что пришло тебе в голову, тебе будет достаточно тяжело найти аргументы. Поэтому нужно оставаться максимально примитивным и отвечать на первое, что пришло в голову. Раз и два, на самом деле, отвечать правду тебе не важно, да? То есть ты как бы, ты можешь придумать все, что угодно. Я на своем вопросе придумала, что у меня там миллион сумочек, хотя на самом деле у меня миллионы всего десять. Ну, так или иначе, лучше сказать что-то, чем долго думать и не сказать ничего. Поэтому, что приходит в голову, с того и начинаем. Пришло в голову study alone better? Окей, люблю учиться один. Почему? Никто не отвлекает? Первый аргумент, да? Второй аргумент, не знаю, мне проще концентрироваться. Все, все, за 15 секунд это будет максимум, что вы сможете спланировать. Все, у вас пошел вот этот бип, и вы начинаете отвечать. I prefer to study alone, бла-бла-бла-бла-бла. Как я уже сказала, ты берешь идею первую, которая пришла тебе в голову, первый ответ, ты придумываешь два каких-то рандомных, совершенно простых, очень понятных, четких, незаумных аргумента, и идешь по следующей схеме. Ты сначала говоришь свою точку зрения, потом ты вводишь первый аргумент, даешь каких-то парочку поддерживающих предложений к первому аргументу, идешь, переходишь ко второму аргументу, парочку поддерживающих предложений, и все, тебе не нужно делать вывод, конклюжен не нужен. Какие фразы ты можешь использовать для того, чтобы вводить аргументы или выразить свою точку зрения. Вот для начала. Это была первая часть. Дальше хорошо бы ввести какое-то предложение, которое скажет, прежде чем ты перейдешь к первому аргументу, что у тебя есть несколько аргументов, почему ты так думаешь. Например, это может быть Если ты точно уже знаешь, что у тебя будет два аргумента, говори сразу two reasons. Если ты думаешь, что в процессе своего спикинга ты можешь прийти и придумать еще какие-то аргументы, говори several reasons. И дальше ты вводишь первое. Все, full stop. 45 секунд тебе этого вот так вот хватит. Значит, что важно? Очень важно тренироваться. Тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, даже самим собой. Тренироваться на время. Берешь, засекаешь свои эти 45 секунд и говоришь. Тебе очень важно выработать вот это ощущение времени, то есть где ты должен быть в своем ответе примерно на 15-й секунде, на 30-й секунде, на 45-й секунде. Как мы говорили, да, сложность в том, что если ты не укладываешься во время, то запись просто обрывается, и ты просто не успеваешь закончить мысль, что довольно-таки плохо. И следующие три вопроса, которые у тебя будут по спеке, на мой взгляд, они гораздо проще, потому что тебе не нужно будет ничего выдумывать, они будут так называемые integrated. То есть тебе нужно будет либо сначала прочитать какой-то абзац, какой-то кусочек и высказать свою точку зрения по этому поводу, или даже не точку зрения, а просуммировать, что было сказано, либо прослушать какой-то кусок текста, прочитать какой-то кусок текста и резюмировать, что ты услышал и прочитал. То есть это все, следующие все части, они будут, следующие все вопросы, они будут уже основываться на каких-то вводных, которые тест тебе дает. Второй вопрос, это будет, скорее всего, некая ситуация в университете. Распространенная такая история, я прям помню, как у меня это было. Не знаю, у тебя, тебе дается какое-то университетское объявление на какую-то тему, он достаточно коротенький, может быть, слов 100 там в нем будет, который тебе нужно будет прочитать, и потом ты услышишь диалог, например, двух студентов или студентов и профессора на примерно эту же тему. Что здесь важно уловить? Важно уловить люди, которые говорят, они как-то соглашаются с тем, что написано, или, может быть, произошли какие-то изменения и их объявляют, да? Либо, может быть, они обсуждают, что то, что написано, это на самом деле полный бред, так делать не надо. То есть тебе важно уловить основную мысль. То есть этот текст и это аудирование, они как бы в одном направлении мысль свою доносят, или они друг другу противоречат, или что там происходит. Вот, собственно, в этом и будет твоя задача резюмировать первое и второе. И твой темплейт будет выглядеть следующим образом, да, у тебя будет 60 секунд, чтобы сделать его рассказ. Сначала ты даешь какое-то резюме ситуации, то есть что происходило. Дальше ты говоришь то, что в reading, да, вот в этой части, в этом кусочке чтения было сказано то-то, то-то. В аудировании было обсуждено или там сказано то-то, то-то. Дальше ты просто говоришь в одном направлении этот reading или listening, или в разных направлениях, и почему. Переходим к третьему типу вопросов. Третий тип вопросов — текст. Это, скорее всего, будет какая-то мини-статья на какую-то академическую тему. Дальше аудирование — это будет, скорее всего, лекция профессора на эту же примерно тему. И, соответственно, 30 секунд ты готовишься, и 60 секунд ты делаешь некое резюме. Как и во втором вопросе, очень важно понять, однонаправленный ли текст и аудирование, и какой между ними, так называемый, relation, да, взаимосвязь. То есть, например, аудирование может добавлять каких-то аргументов, которые уже были сказаны в тексте, то есть поддерживать текст. Либо аудирование может вводить какие-то новые аргументы, которые сделают, например, вот этот артикл, да, то есть вот эту статью совершенно невалидной. После там, например, какое-то новое исследование было проведено, и было доказано, что там, не знаю, звезды уже не звезды. Я сейчас фантазирую. Вот, то есть очень важно понять вот этот relation и точно таким же образом как раз и строить это аудирование. Очень похоже будет темплейт. Ты сначала расскажешь, что было в части reading, потом ты расскажешь, что было в части аудирования, да, то есть article, listening, как они друг с другом взаимосвязаны, и приводишь какие-то определенные аргументы, да, там, или примеры, или примеры, или аргументы, то есть в зависимости от того, что ты там найдешь. И последний, четвертый вопрос в части speaking будет такой. Это будет у тебя лекция примерно, ну как, она будет относительно долгая, да, относительно всех тех предыдущих частей аудирования, которые ты слышал, она будет примерно полторы, ну максимум две минуты, и тебе нужно будет сделать резюмейт и лекции. То есть as simple as that. Твоя задача — это законспектировать хорошенько эту лекцию, то есть тот навык, который ты уже получил во время аудирования, да, мы с тобой обсуждали, как лучше всего конспектировать, да, как обозначать какие-то вещи, ты применяешь здесь. То есть твоя задача — это понять какие-то основные моменты и примеры, которые приводятся в этой лекции. И таким образом твой типичный ответ будет выглядеть достаточно классически. Ты сначала вводишь тему, this lecture tells us about blah-blah-blah, дальше ты вводишь какой-то первый аргумент или пример, дальше вводишь второй аргумент или пример, в зависимости от того, сколько их там. И в этой части тебе не нужно делать никакого конклюзина, потому что твое мнение как бы, собственно, и не спрашивают, да, то есть тебе нужно просто очень четко пересказать, аккуратненько, прям пункт за пунктом, то, что ты услышал в лекции. Ну что, друзья, мы с вами разобрались с частью speaking. Напомню, самое важное использование темплейтов и очень четкая коммуникация. И сюрприз-сюрприз, в части writing в принципе залог успеха точно такой же. Изменилась ли часть writing за последние годы в TOEFL? Нет, она осталась точно такой же с августа 2019 года. Никаких изменений не было. У тебя будет два эссе, которые нужно будет написать. Одно будет integrated и второе будет independent. Соответственно, что такое integrated essay? Задача будет прочитать какой-то текст, либо прочитать какой-то текст и прослушать аудирование, и, в общем-то, изложить, резюмировать то, что ты прочитал, ответить на вопрос. Смотри, твоя задача в writing — это написать все четко максимально, да, по делу, по определенной схеме, структуре и с минимальным количеством орфографических и каких-то стилистических ошибок. Для того, чтобы обезопасить себя от каких-то там ошибок или каких-то, не знаю, неправильных стилистических моментов, я тебе очень советую не использовать какие-то фамильярные выражения, да, какие-то вот сленговые такие словечки, и не использовать сокращения и аббревиатуры. То есть, например, не пиши I haven't, пиши I have not, да. На всякий случай для того, чтобы у человека, который будет проверять твое эссе, была абсолютно четкая, полная, ясная картина того, как ты излагаешь свои мысли именно в письменной форме. Соответственно, давай посмотрим на то, как будет выглядеть так называемый integrated essay, да. У тебя будет первая задача — это прочитать какую-то статью или текст. Вторая задача — это прослушать кусок аудирования и написать о том, как ты, что ты можешь сказать из первой и второй части, да, как ты можешь резюмировать то, что ты услышал и прочитал. И я сейчас возьму листочек со своими заготовками и просто расскажу тебе примеры того, как может выглядеть твой темплейт письма. Первая часть — это будет introduction, да, то есть это введение, где ты должен будешь описать тему того вообще, о чём идёт речь и взаимоотношения между, соответственно, статьёй и аудированием, да. То есть, как мы говорили до этого в спикинге, в одном направлении они направлены, либо они друг другу противоречат, либо дополняют, либо это два разных точки, две разные точки зрения, что, собственно, происходит в этих двух кусках информации. Соответственно, там, те фразы, которые ты можешь использовать для введения, это будет В зависимости от того, да, какое взаимоотношение между этими двумя кусками информации. И дальше после своего введения ты переходишь к основной части письма, да, то, что называется, это body paragraphs, и каждая, каждая часть этого, этой основной части, каждый абзац должен иметь какую-то одну основную мысль и какие-то поддерживающие факты. Соответственно, ты говоришь о том, что автор считает так-то, так-то, и он приводит такие-то аргументы, дальше лектор считает так-то, так-то, и он приводит такие-то аргументы. И ты суммируешь эти аргументы, друг с другом дружат, не дружат, разнонаправлены, и что происходит. И что важно, что тебе не нужно делать каких-то выводов в конце, да, то есть ты просто аккуратненько перечисляешь свои аргументы, что ты увидел в письме, что ты увидел, что ты услышал в аудировании, и все. То есть никакого конклюжен, не нужно выражать свое мнение и прочее. Среднее количество слов в этом integrated essay — это примерно 300. Это тот ballpark, которому нас подводит TOEFL, да, это то, что они предлагают нам написать. Но на самом деле, если почитать в official guide или вот посмотреть в курсе на edX официальном, да, и теса, разбор хороших примеров integrated essays, то можно увидеть, что многие из них переваливаются 300 слов. Поэтому ты не переживай, если тебе есть больше, что сказать. Пиши больше, это не проблема, но не лей воды, обязательно пиши структурированно и по делу. То есть пиши дополнительный аргумент, вводи дополнительную фразу, только если он реально добавит ценности твоему эссе. Ну и, наконец, второе эссе, которое тебя просят написать TOEFL — это independent essay. Это как в части speaking, тебе нужно будет выразить свое мнение на какую-то точку зрения. Соответственно, здесь я бы пошла бы точно таким же путем. Я бы не сильно думала насчет каких-то суперсложных, вымудренных, измученных аргументов. Я бы пошла только по пути того, что приходит тебе первое в голову, и каких-то очень аккуратных, понятных аргументов, с которыми тяжело поспорить, например, да, или аргументов, которые тебе лично кажутся правильными. Это помни, да, что то, что ты пишешь, как и то, что ты говоришь, оно не обязательно должно быть правдой, это должно быть то, что ты можешь аргументировать и очень четенько, аккуратненько прописать. Соответственно, как и в части speaking, ты должен ввести несколько аргументов, то есть сначала сказать свою точку зрения в introduction, да, я так считаю, это мое мнение. Дальше, я так считаю, потому что у меня есть, например, три аргумента, которые я приведу, да, I believe that for the following three reasons. И дальше каждый абзац в основной части у тебя отведен каждому аргументу, который ты используешь, то есть в первой части ты говоришь first, бла-бла-бла, потому что первое, потому что второе, или for example, первое, for example, второе. Дальше переходишь ко второй части, то же самое говоришь secondly, бла-бла-бла, там твой второй аргумент и так далее. Лучше всего использовать три аргумента, это такое число, которое максимально убедит твоего оценщика. И в конце обязательно не забудьте сделать вывод. И фишечка, которой я пользуюсь лично, когда пишу такие эссен, для того, чтобы точно успеть, и еще желательно успеть его перечитать, потому что у тебя не подчеркиваются, естественно, там слова красненьким, как в Варде, и не происходит автокорректы, соответственно, ты пока делаешь, как ты пишешь, у тебя происходит большое количество, ну, большое, надеюсь, что небольшое, но так или иначе некоторое количество ошибок еще грамматических, просто опечаток или еще чего-то тебе нужно успеть это все проглядеть. Но так или иначе, что бы я сделала? Я бы написала сначала скелет, сначала написала бы рыбу. Introduction, да, введение. Я считаю, что оценки студентам не нужны. Я так не считаю, это пример. Я считаю, что оценки студентам не нужны. Это там мое мнение, и у меня есть три аргумента, почему я в это верю. Дальше ты прописываешь первый аргумент и сам аргумент, да, вот это первое предложение, второй аргумент, второе предложение, третий аргумент, третье предложение. И сразу же прописываешь conclusion, то есть в том виде, в котором законченным ты хочешь, чтобы оно выглядело. То есть вот за первые, там, не знаю, 5-7 минут от времени, отведенного на это эссе, у тебя уже есть очень четкая, жесткая структура, которую ты дальше можешь добавлять. То есть все, что ты будешь дальше туда добавлять, это будет nice to have, да, то есть ты можешь какие-то пункты побольше раскрывать, какие-то поменьше раскрывать. Но если у тебя заканчивается время, в какую-то там секунду, да, и у тебя сворачивается весь экзамен, у тебя точно есть эссе, которое написано по той структуре, которую хочет видеть TOEFL. Если ты так не делаешь, да, если ты не используешь жесткую структуру и, например, оставляешь conclusion, да, там, часть с выводом на последний момент, то тогда ты просто рискуешь, например, не успеть, что случается периодически, особенно если ты пишешь экзамен первый раз, и просто тебя снизят баллы именно с точки зрения там логики и структурности твоего преподнесения той или иной информации. Поэтому вот, темплейты, структура, сразу же прописываешь структуру, и дальше ее дополняешь. То есть по ходу дела сколько успеваешь дополнить, столько и молодец. И не забудь оставить хотя бы минут пять на то, чтобы все перечитать, просмотреть на предмет каких-то ошибок, опечаток или, например, повторения каких-то одних и тех же мыслей. И за это тоже снимают баллы. Ну что, друзья, вот и подошли к концу два видео по TOEFL. Я вложила в них душу, я нашла, сформулировала, вспомнила все-все-все какие-то уроки, лайфхаки, трюки, которыми я пользовалась. Я надеюсь, что они были вам полезны. И я вам желаю огромных успехов в подготовке к экзамену и в поступлении в ваши вузы мечты. Пока. А, и не забудьте подписаться на мой канал. Здесь будет еще очень много чего интересного. Там есть видео по GMAT, есть видео про поступление. Я буду снимать видео про IELTS в скором времени. В общем, enjoy.